День Республики День Республики В целом, одна из уже приоритетных задач руководства Республики, отметил Бату Хасиков. Он также добавил, что сотрудничество университетов при Каспийских стран позволило усилить научную работу по многим направлениям. Также он сообщил, что Калмыкия совместно с правительством России разрабатывает мастер-план, включающий развитие туристической, морской и речной инфраструктуры на Каспии. Все, что связано с Каспией и вокруг Каспии, может являться одним из центров мира. По крайней мере, по отдельным взятым направлениям это 100%. В данном случае отмечу, что мы видим, в какую сторону нам двигаться. Мы имеем четкий план. Осталось только ответственно подойти к реализации этих задач и достигнуть успеха. А накануне в Листе отметили День Учителя. По случаю профессионального праздника во Дворце детского творчества состоялось торжественное мероприятие. В теплой обстановке чествовали ветеранов, педагогов и работников общего и дошкольного образования. Это не только момент, когда раздают награды. Это момент, когда еще говорят огромные слова благодарности от чистого сердца. И открыто говорят спасибо за труд, за нелегкий, самоотверженный. Слова признательности звучали в адрес тех, кто помогает подрастающему поколению вступить во взрослую жизнь, учит уважение и любви к ближнему. Среди героев дня заслуженный учитель Калмыкии Людмила Лыскина. Более 40 лет преподает в начальных классах. Сейчас воспитывает подрастающее поколение в Аршанской средней школе номер 15. Сегодня я получила премию главы Республики Калмыкия. И хочу этим, наверное, она выдается лучшим педагогам нашей Республики. Я хочу поблагодарить сначала правительство за оценку моего труда. Поздравить всех учителей нашей Республики и не только всех учителей с профессиональным праздником. Пожелать им прежде всего здоровья, творческих успехов, роста, везения, терпения, вдохновения, оптимизма и всего самого хорошего, что можно пожелать. Указ об отсрочке по частичной мобилизации для дополнительных категорий граждан официально опубликован на сайте Кремля. В документе говорится установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, получающим образование, соответствующие уровня впервые, обучающимся поочной и очно-заочной формам обучения. Также это решение распространяется на программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, ординатории, при ассистентуре и стажировке. Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения с 21 сентября. Братья по крови. Сотрудники Следственного комитета Калмыкия приняли участие в гуманитарной акции. Они сдали кровь для раненых военнослужащих. Отметим, акция инициирована председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным. В сегодняшние акции приняли участие сотрудники Следственного управления. Многие из них регулярно сдают кровь и имеют опыт донорства, тем самым даря надежду на жизнь нуждающимся в донорской крови. Участие в гуманитарной акции «Братья по крови» сотрудники Следственного управления восприняли как реальную возможность оказать помощь нашим раненым военнослужащим, проходящим лечение в медицинских учреждениях. Государственный портал «Объясняем.РФ» выпустил пояснение, могут ли родственники и близкие увидеть списки мобилизованных, а также кому придет повестка. В официальном ответе портала говорится, родственникам и другим доверенным лицам информация о призыве по мобилизации гражданина не может быть предоставлена, так как относится к информации ограниченного доступа. Повестка гражданину, подлежащему мобилизации, должна быть вручена лично в руки. Переболевшим ковидом гражданам не положена отсрочка от призыва в рамках частичной мобилизации. Однако при предъявлении медицинских документов о наличии осложнений после перенесенного коронавируса призывник может быть направлен на медосвидетельствование. Сообщается на портале «Объясняем.РФ». И сейчас с кооперативной информацией регионального Минздрава в Калмыкии за последние сутки подтверждено 34 случая COVID-19. С выздоровлением выписано 69 жителей республики. Один человек находится в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. Сейчас 22 пациента получают лечение в Республиканском центре специализированных видов медицинской помощи. Согласно данным министерства, с начала пандемии зарегистрировано 843 летальных исхода. В Лаганском районе местный житель признан виновным в нанесении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и с применением оружия. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Судом установлено, что мужчина 30 июля 2022 года примерно в 20 часов в селе Джалыково Лаганского района республики на почве внезапно возникшего конфликта с жительницей Астраханской области нанес один удар ножом в область живота потерпевшей. В судебном заседании подсудимую вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью дал своим действиям критическую оценку. Суд с учетом мнения государственного обвинителя злоумышленнику назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 7 октября на базе гуманитарного факультета КАЛМГУ пройдет педагогический форум филологов. В мероприятии примут участие специалисты общего и высшего образования, образовательной политики, ученые и исследователи ведущих научных учреждений, а также Российской Академии наук. Речь пойдет об актуальных вопросах в области преподавания и методики языков русского, родных и иностранных, а также актуальные аспекты положения языковых дисциплин в современных условиях. В своих докладах они будут рассказывать об итогах сдачи единого государственного экзамена по русскому языку и литературе наших детей, о тех проблемах, которые есть, и о путях их решения. Таким образом, впервые на педагогическом форуме будут участвовать как ученые академические, вузовские ученые, так и учителя практики, которые учат детей правильной, хорошей, грамотной русской речи. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, Поэтому огромная роль учителя, филолога, преподавателя русского языка и литературы лежит на них. От того, какой будет русская речь будущего, зависит именно от них. Еще с 14 по 16 октября артисты Калмыцкого национального драмтеатра имени Басангова впервые выступят в Якутии. Актеры представят спектакли «Ябудда», «Араш» и «Калмыцкая свадьба». Режиссер постановок, заслуженный деятель искусства Российской Федерации и Республики Калмыкия, почетный работник культуры Азербайджана Борис Манджиев. Турне театров Якутии и Калмыкии организованы в рамках федеральной программы Минкультуры России «Большие гастроли». Так, на днях в Саха Академический театр имени Платона Аюнского представил нашему зрителю легендарный спектакль «Желанный голубой берег мой» и новаторскую постановку «Шесть персонажей в поисках автора». Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР, на 21-й кнопке в IPTV «Зеленые точки Ростелекома» и на официальных аккаунтах во Вконтакте и Телеграм. На этом у меня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова